Завоевание страны ариями и развитие рабства привело к тому, что в Индии возникло имущественное неравенство, появились богачи и бедняки. Вельможи и жрецы, выделившиеся из среды общинников, стали противопоставлять себя простому народу. Для того, чтобы закрепить свое господствующее положение и объяснить деление индийского народа на особые разряды варны, они создали легенду о происхождении первого человека – Пуруши. Верховный бог Брахма создал его тысячеглазым и велел ему быть родителем всех родителей. От Пуруши произошли все люди. Из его рта вышли жрецы – брахманы. Поэтому брахманы занимали самое высокое положение и были самой главной варной. Они знали священные учения и служили богам. Существовала поговорка «все в мире повинуется богам, а боги повинуются брахманам». Убить брахмана означало совершить самое ужасное преступление. Из рук Пуруши произошли воины – кшатрии, то есть те, кто обладал властью. К шатриям относились цари, знатные воины и члены их семей. Кшатрии считались второй варной. Из бедер Пуруши родились земледельцы – вайши, а также те, кто делал другую уважаемую в обществе работу. Они принадлежали к третьей варне. Из ступней Пуруши произошли слуги – шудры. Они составляли четвертую варну и обслуживали представителей более высоких варн. Была и еще одна группа людей, о которой в легенде ничего не говорилось, поскольку считалось, что они этого недостойны. К этой группе принадлежали рабы, захваченные в походах и выполнявшие самую грязную работу. Эти люди назывались неприкасаемыми или по-индусски – панчама. Когда мальчик из семьи одной из первых варн достигал определенного возраста, над ним совершался обряд посвящения. В ходе обряда на мальчика надевали священный шнур упавита. Это означало, что ребенок символически родился второй раз как член данной варны. Поэтому представителей первых трех варн называли дважды рожденными. Над шудрами и неприкасаемыми такой обряд не совершался. Представители каждой варны имели право носить одежду определенного цвета. На санскрите слово «варна» означает «цвет». Брахманы – белого, воины – красного, земледельцы – желтого, а шудры – черного. Панчама обычно одевались в лохмотье. Люди, принадлежавшие к одной варне, вели сходный образ жизни, имели похожие жилища, ели одинаковую пищу. Такое устройство общества казалось древним индийцам вечным и неизменным. Ни один человек не мог перейти из одной варны в другую. Браки между членами разных варн запрещались. Нарушившие эти установления карались смертью. Деление на варны сохранялось тысячи лет. Постепенно варны стали подразделяться на более мелкие разряды – касты. Так, например, из варны вайшьев выделились касты ремесленников и торговцев. По отношению к членам каждой касты действовали такие же строгие ограничения, как и к представителям варн. Самой низкой кастой, происходившей из неприкасаемых, были парии. Со временем в Древней Индии образовались первые государства. Во главе каждого из них стоял вождь племени. Он стал называть себя Раджа, что значит царь. Обычно правители принадлежали к самым знатным, богатым и многочисленным Радам. Но Раджа не мог единолично править народом. Все наиболее важные вопросы он решал вместе с советом старейшин на народном собрании. Со временем царская власть стала наследственной, а народное собрание и совет старейшин были заменены советом при царе. Сам царь командовал войском, распоряжался казной, возглавлял чиновников. Такое исключительно высокое положение Раджей привело к тому, что государственная власть стала священной, а искусство управлять страной стало называться наукой о наказании. Радже помогали править многочисленные вельможи, казначеи, сборщики налогов, гонцы, военачальники и даже полицейские и шпионы. К середине первого тысячелетия до н.э. в Северной Индии сложилось несколько десятков таких государств. Они постоянно враждовали друг с другом и подвергались нападению внешних врагов. Объединить разрозненные государства в одно смог в III веке до н.э. царь Ашока. О начале царствования Ашоки сохранилось очень мало сведений. Тем не менее известно, что он вступил на престол очень молодым человеком. Долгое время Ашока вел войны с соседними государствами, присоединяя их одно за другим к своей державе. На завоеванных землях царь строил большие города с каменными дворцами. По его приказу были проложены дороги, обсаженные плодовыми деревьями, вырыты колодцы, расширены оросительные системы. Ашока строил больницы для простых индийцев. В его государстве развивались земледелие, ремесла и торговля. Речными и караванными путями индийские купцы добирались до самых отдаленных стран. Ашока прославился как мудрый и справедливый правитель. Возможно, его законы стали основой первых законов Индии, записанных во II веке до н.э. И хотя эти законы называются по имени легендарного прародителя людей Ману, они содержат правила, по которым управлял своим государством великий Ашока.